Всем привет! Я, как и обещала, привезла с дачи антокофорочную индукцию. Сегодня мы сравним жарку блинов на индукции за 30 с лишним тысяч рублей и на индукции за 3000 рублей. И посмотрим, есть ли действительно разница и почему у людей не пекутся блины. В прошлом ролике мы выяснили, что для того, чтобы печь блины, лучше брать сковородку с утолщенным дном. Тогда блины пропекаются лучше и нет вот этого, не горит центр, хотя прекрасно было видно, что и на любой другой сковородке тоже их можно печь. Включаем. Быстрый нагрев. Ну, тут она какая-то особенная, да? Да, она просит сковородку. Ух ты! Вот это да! И на фоне вот этой вот сразу понимаешь, что вот та, она не гудит вообще, она так позвякивает. А вот эта вот прям так конкретненько. Ой, все, горячо, уже горячо. Ставим на серединку. Налью сюда масло. Не пищи. Меня вот это бесит, она пищит. Как только снимаешь сковороду, зачем пищать? Для чего? Ну, надо вырубить. Ну что, тестим? Гоняет. Не пищи. Это раздражает. Зачем пищать? Вот быстро так, начинать пищать. Эта плита используется на даче. И вот, нет, запах мне не нравится. Надо сделать потише. На 800 делаю, потому что эта плита используется исключительно на даче, как запасной вариант. Там либо утром что-то быстро приготовить, либо на тот случай, когда закончился газ в баллоне. Ну, такое тоже иногда бывает. Естественно, никакие блины на ней никто никогда не пек на даче. А может, и пек. На ладушки, по-моему, петли. Блины точно нет. Тесто у меня то же самое, которое осталось от предыдущих блинов, которые мы тестировали на той плите. А вот тут горит. Горит. Но не сильно. Попробуем сделать еще потише. Хотя куда тише, 800. Нормально. Вот на 800 уже вроде бы все окей. Но то, что она пищит, это, конечно, жутко раздражает. Ну да, и на слабых оборотах ее прям очень слышно по сравнению с той плитой. Когда ты ей пользуешься отдельно, ты как бы это не воспринимаешь. Но когда ты их ставишь две ряда, вы начинаешь сравнивать, это, конечно, вот такие моменты очень сильно вылезают на первый план. Стекло, конечно, сильно отличается от стекла, который, от керамики, которая используется на этой индукции. И про это сейчас тоже как раз поговорим. Первую плиту привезли. У меня две таких на даче. Первую запихнули в коробку, привезли. Пока везли, она просто вся раскололась. Поэтому пришлось ехать на дачу второй раз. За другой плитой вести уже более аккуратно. Если мы вот так вот сравниваем, вот это вот прям чувствуется, что она тонкая и слабенькая здесь. Разница колоссальная. В любом случае, блин не горит, блин жарится нормально. Ну, давайте вот третий, да. Единственное, что сильно раздражает, это ее пищание, когда снимаешь сковородку. Вообще непонятно. Я считаю, что да, может быть, какой-то там звук и нужен, но явно не через несколько секунд после того, как ты поднял сковородку. Зачем? В нормальных во всех плитах стеклокерамических, не будь то индукция, будь то хайлайт, она же инфракрасная, везде, помимо производителя, на самой поверхности, вы можете найти вот такой вот значок. Этот значок обозначает производители именно самого стекла. Если это качественная стеклокерамика, которая не разобьется у вас там от малейшего чего-то там, то на ней всегда будет стоять клеймо производителя именно стеклокерамической самой поверхности. Горячо. Потому что у меня сегодня блины не получились. Плохие. Горячо. Горячо, горячо. Немножко передержала. Ну, то есть всем понятно, что даже на такой индукции, на дешевые за 3000 рублей жарить блины в принципе реально. Да, не так комфортно, как на более дорогой версии, но никаких проблем с этих тоже нет. Блин, испеченный на индукции, дешевой. Еще один блин, испеченный на дешевой индукции. А вот блин, испеченный на дорогой индукции. Ну, видно, да, что подгорает, конечно, он меньше. То есть если мы сравним вот с этими, вот, то есть видно, что для того, чтобы мы... Возможно, кстати, можно было попробовать еще потише сделать, но я уже не знаю, куда. Следующая позиция это 300. После 800 почему-то сразу идет 300. И, ну, на мой взгляд, все выключаю. Это будет маловато для того, чтобы печь блины. Но на 800, как видите, все реально. Давайте попробуем провести тест и посмотрим, насколько зависит нагревание воды, к примеру. То есть мы берем кружка воды, холодной воды, выливаем в ковшик, ставим, включаем, нажимаем быстрый нагрев и включаем таймер. Я так подразумеваю, что быстрый нагрев это аналог бусту на той индукции. Что самое интересное, я поставила эмалированную посуду, ну, вот эту посуду, и она не свистит так, как она свистела с той. То есть она не издает. Все, минута 23 секунды, вода кипит. Выключаем, выливаем, охлаждаем кастрюльку. Ну, чтобы все было честно, охлаждаем кастрюлю. Вытираем, выливаем. Раз, раз, буст, старт. Да, удивительно. Вот эта посуда вообще не шумит. Нет звука. Индукция. Забавно. Ну да, из столешницы не вибрирует, хотя на бусте. То есть это просто получается не индукция, а посуда издает звуки. И была не права. Свистит, гудит и долбит по столешнице не индукция, да, а сама посуда. То есть она создает вибрацию. Она маленькая, быстрее все закипела. Минута 53. Какой можем сделать вывод? Неважно, дорогая у вас индукция или дешевая, готовить можно и на том, и на другом. Наверное, просто правильно нужно подобрать посуду, и никаких проблем у вас не будет. Единственное, в чем существенная разница между плитами, которую я заметила, это в качестве стекла, точнее стеклокерамического покрытия. Хотя здесь оно стеклокерамическое, здесь оно больше напоминаю еще какой-то пластик, но это явно не пластик. Лично я не рассматриваю эту плиту как плиту основного пользования. Наверное, если вы рассматриваете вариант готовить все-таки на индукционной плите, вам стоит задуматься о более дорогой индукционной плите, с которой у вас не будет проблем в плане жарки, варки, тушения, вообще в плане готовки. И стоит все-таки задуматься от посуды, потому что вот уже несколько роликов, видна разница, да, то есть одно для одного, другое для другое, третье для третьего, толщина дна тоже имеет большое значение, а вообще вот эта плита за 3000 рублей это идеальный вариант для какой-то там либо времянки, либо готовки на даче, то есть переносной отличный вариант, она легкая, удобная, и как вы видели, в принципе на ней нормально готовить. Что непонятно, пишите в комментариях, с удовольствием отвечу и подписывайтесь, всем пока!